Home and Garden Выставка «Английский завтрак в России». Конец 18, 19 Век в историческом музее. Часть 1 Чан 27, 2015-2043 Всего 63 фото. Интерес к чаю и самой традиции чай питья в нашей стране почему-то особенно ярко выражен. С детства помню изящный китайский чайный сервиз, что был в моей семье. Образы тончайшего китайского фарфора, как живых упитанных китайских фигурок, необычные экзотические сюжеты и почти естественный глубокий шелест зарослей зеленого бамбука до сих пор стоят перед моими глазами. И вкушать этот божественный напиток с подачи своих родителей я стала еще совсем маленьким, что даже уже не помню, когда это случилось в первый раз. Чай в нашей семье присутствовал постоянно, появлялись все новые и новые сорта, черный, зеленый и множество вариантов ароматизированных. Этот напиток всегда сопровождал меня по жизни. Кофе, кстати сказать, не прижило. С мягкий знак. Окончательно и осознанно я пристрастился к чаю и, перешел практически только на зеленый, после поездки на студенческую практику в тогда еще советский Таджикистан, на Норекскую ГС. Именно здесь я попробовал зеленый чай, заваренный местными бабаями, мудрыми старцами, в горах, на костре, в древнейшем и повидавшем виды эмалированном зеленом чайнике. И тогда, мне от восторга просто снесло крышу, сильнейший аромат, богатейший насыщенный объемный букет чая, неповторимые ощущения и набегающие от клики волн собственных чувств и ярких впечатлений от этого напитка я запомнил на всю жизнь. Поэтому чай, а особенно зеленый, в моей жизни занимает одну из значительных сторон ощущений этого мира. Когда я узнал, что в конце 2014 года в Государственном историческом музее открылась выставка «Английский завтрак в России». Конец. Век, мне стало чрезвычайно интересно посетить ее, постараться ощутить традиции, познать свои новые чувства и эмоции от представленных артефактов, заглянуть в мир английского традиционного чаепития. Тем более, я уже в который раз собирался посетить зал сарматов в историческом музее и там поснимать. Зал сарматов, кстати говоря, расположен с точки зрения освещения крайне неудобно и уже много раз, снимая в этом зале и музее, мне все никак не удавалось сделать приемлемые по качеству снимки. И, вообще, если говорить об историческом музее, где проходит эта выставка «Английский завтрак в России». Конец. 18-19. Век, освещение всегда оставляло желать лучшего. Наверное, это единственный и главный недостаток этого хранилища исторического наследия нашей Родины. Не обошлось без казусов освещения и на этой выставке. Она проходит в двух камерных залах музея. Первый, проходной, так вообще, был погружен в глубокий мрак, а освещение витрин можно было сравнить только с освещением свечами. Это я пишу потому, что ряд фото из моего репортажа с этой замечательной выставки будут заведомы с высокой степенью зернистости и некоторой нерезкостью. Фотокамера видит не так как наш человеческий глаз, идеально адаптирующийся в полутьме, а количество света, которое необходимо для совершения акта съемки приемлемого качества составляет некоторое обязательное количество, без которого показывать снимки моему читателю было бы просто неуважением. Поэтому заранее прошу простить за некоторые фото компромиссного уровня качества. Также при написании этого материала передо мной встала дилемма другого характера, рассказать жато и показать выборочные фотографии с выставки или постараться ввести читателя по возможности в полный мир английского завтрака, представив максимально возможное количество снимков и информации, что по определению означает глубокое погружение в исторический контекст и собственные уникальные ощущения. Поразмышляв, я все же рискнул разделить свой репортаж на две части и дать возможность моему читателю практически полностью осмотреть всю экспозицию выставки и почти все ее экспонаты. На этой выставке английский завтрак в России. Конец. Век впервые представлена уникальная коллекция экспонатов, повествующих об истории традиции английского чаепития. Здесь можно увидеть заказные сервизы для императорских дворцов и павильонов. Изделия, выполненные для среднего класса, в частности тарелки с печатным декором, посуду с эмблемой московского английского клуба, фигурные кувшины таби. Помимо этого, в экспозиции участвуют изделия из так называемой базальтовой, черной, массой фаянсовые, фарфоровые и стеклянные изделия. Ветрусском вкусе завода вед живу до конца 18 века, а также императорского фарфорового и стеклянного завода в Петербурге 1790-1830 годов. 02. Интерес к феномену английского вкуса и английского комфорта в России на рубеже. 18-19. Веков был огромен. Англоумания отразилась практически во всех сферах русской культуры и бытовом укладе самых разных слоев общества. По мне так, культура чаепития в России была распространена даже гораздо шире, чем в самой Англии. Однако, давайте, особо не рассуждая, совершим путешествие в страну чаепития, английские и русские чайные традиции и попробуем на вкус уникальные артефакты хоть и недавнего, но уже почти седого прошлого. Организаторы выставки сообщают в анонсах, что экспозиция позволяет наглядно сопоставить английские оригинальные изделия и их интерпретации в русском фарфоре и фаянсе, выполненные на императорском фарфоровом и стеклянном заводах, казенной фаянсовой мануфактуре, заводе Гарднера и частных заводах Гжели, подчеркивая, что большинство экспонатов будет продемонстрировано впервые. За сим, приступим. Выставка проходит, как я упоминал выше, в двух залах. Один проходной, тот самый темный по свету, и второй, поярче, округлой формы с гобеленовой отделкой. Начнем мы как раз со второго зала, потому как именно там сосредоточены основные и самые ценные экспонаты. На первом плане, слева, флакон для нюхательной соли. Англия. Стафордшир, Этрурия. Завод Джеведжвуда. 1780-е годы. Ельшмовая масса, серебро. Справа, ваза с античными сюжетами. Англия. Стафордшир, Этрурия. Завод Джеведжвуда. 1764-й год. Ешмовая масса.03. Масляная лампа в виде чаши на ножках в виде фигурок дельфинов. Англия. Стафордшир, Этрурия. Завод Джеведжвуда. 1790-е, 1810-е годы. Ельшмовая масса. 04. В 1775 году Джазай Веджвуд, британский керамист, изобрел ешмовую каменную массу с богатой палитрой цветов, от светло-коричневого до темно-голубого, получившее название Джаспер. Открытие рецептуры этой массы многие специалисты считают событием в керамическом производстве, вторым по значимости после изобретения китайцами фарфора. Здесь тот же флакон для нюхательной соли и поближе. Англия. Стафордшир, Этрурия. Завод Джеведжвуда. 1780-е годы. Ельшмовая масса. Серебро. 05. Ваза с античными сюжетами. Англия. Стафордшир, Этрурия. Завод Джеведжвуда. 1764 год. Ельшмовая масса. 06. Камеи пластины с портретами, античными сюжетами и эмблемами. Англия. Стафордшир, Этрурия. Завод Джеведжвуда. 1790-е, 1810-е годы. Ельшмовая масса. 07. Медальон с портретом императрицы Екатерины. Англия. Стафордшир, Этрурия. Завод Джеведжвуда. 1780-е годы. Ельшмовая масса. 08. К созданию своего главного заказа для российской императрицы, сервиза с зеленой лягушкой, Веджвуд привлек свыше 30 художников, которые с поразительным мастерством изготовили около тысячи предметов, специально предназначенных для сервировки ужина и десерта. Этот фаянсовый сервиз, покрытый свинцовой глазурью, был изготовлен в 1773-1774 годах для путевого дворца, строившегося на царско-сельском тракте под Санкт-Петербургом. Хранящийся в настоящее время в Эрмитаже этот сервиз с зеленой лягушкой включал полный набор посуды на 50 персон. Прежде чем отправить сервиз в Россию, Веджвуд, убежденный поборник рекламы, продемонстрировал его с грандиозным триумфом в Лондоне. Идеально продуманный и роскошный сервиз как бы утверждал основную идею Веджвуду – использовать фаянс, а не фарфор, великолепный материал, из которого изготовлялись французские и немецкие сервизы, купленные Екатериной. Кроме всего прочего, сервиз с зеленой лягушкой служит ярким примером способности Веджвуда совершенствовать существовавшие материалы и технологии. 09. Подсвечник с изображением Аполлона Мусагета и Полигимни. Англия. Стафордшир, Этрурия. Заводь Веджвуда. 1769 год. Ельшмовая масса. Нож и вилка с черенками из ельшмовой массы. Англия. Стафордшир, Этрурия. Заводь Веджвуда. 1780 годы. Ельшмовая масса. Сталь, гравировка. Чашка с блюдцем. Англия. Стафордшир, Этрурия. Заводь Веджвуда. 1780-1800 годы. Ельшмовая масса. 10. Вазаароматница. Англия. Стафордшир, Этрурия. Заводь Веджвуда. 1780-1890 годы. Фаянс Королевы. 11. Ваза и парные вазы ароматницы. Англия. Стафордшир, Этрурия. Заводь Веджвуда. 1725-1830 годы. Ешмовая масса. Фаянс Королевы. 12. 13. Ваза. Англия. Стафордшир, Этрурия. Заводь Веджвуда. 1725-1830 годы. Ельшмовая масса. 14. 15. Чайник с крышкой. Англия. Стафордшир, Этрурия. Заводь Веджвуда. 1780-1890 годы. Ельшмовая масса. Гравировка. Чайник украшен рельефным изображением урок чтения по рисунку М. Икру. 16. Яйцо пасхальное с изображением Богоматери. Россия. Санкт-Петербург. Императорский фарфоровый завод. 1870-е годы. Бисквит окрашенный в массе. 17. Чайник с крышкой. Англия. И яйцо пасхальное с изображением Богоматери Россия. 18. Тарелка Новая биржа. 1810-е годы. Фаянс, подглазурная печать, надглазурная роспись люстратом. 19. Тарелка Дворец в Стрельне. Россия, Московская губерния, Московский уезд. Д. Сятун. Завод Д. Насонова. 1810-е годы. Фаянс, подглазурная печать, надглазурная роспись люстратом. 20. Тарелка Домик Петра Великого. Англия. Стаффордшир. 1810-е годы. Фаянс, подглазурная печать, надглазурная роспись люстратом. 21. Вызывает любопытство Наполеоновская витрина. Интерес к этой неординарной исторической личности был в то время очень значительным и организаторы выделили Наполеону особое место в экспозиции. 22. Тарелки Битва Бородинская и Народное ополчение. 1812 год. Англия. Стаффордшир, Этрурия. Завод Джеведжвуда. 1820-е, 1830-е годы. Фаянс, подглазурная печать. 23. Кувшин с карикатурой русский ратник, домой возвращаясь, для курьезу ребятишкам бирюлик принес. Англия. Стаффордшир. 1813 год. Фаянс, подглазурная печать, надглазурная роспись. Печатный декор выполнен по гравюре Джек Рукшенко, копирующий русскую карикатуру неизвестного автора. 24. 25. Кувшин Таби Наполеон Бонапарт. Англия. Стаффордшир. 1810-е, 1830-е годы. Фаянс, надглазурная печать. Декор запатентован 17 августа 1868 года. Чуть ниже мы узнаем, что это кружка для Эля. 26. 27. Тарелка Наполеон Бонапарт. Англия. Стаффордшир. Буслим. Завод Эвбадли и компания. 1870-е, 1880-е годы. Фаянс, надглазурная печать. 28. Кружка с крышкой с карикатурой любимец дьявола. Россия. Тверская губерния. Карческий ест. С. Кузнецова. Завод Аяуэрбаха. 1817-1833 годы. Фаянс, надглазурная печать. Роспись. 29. Кружка с крышкой с изображением улана и фигуркой лягушки внутри. Тверская губерния. Карческий ест. С. Кузнецова. Завод Аяуэрбаха. 1817-1833 годы. Фаянс, надглазурная печать. Роспись. 30. Не удалось мне, все же, резко отобразить лягушку.